Коммунальные ресурсы должны поступать потребителю без посредников. Такую идею предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Это и платежи сделает прозрачнее, и должники будут как на ладони, считает политик. А как обстоит дело на самом деле, и так ли свежа эта идея, попробуем разобраться на примере нашего региона. Обсудить инициативу и предать ей правовой облик профильные комитеты Верхней Палаты Федерального Собрания планируют на осенней сессии совместно с Минстроем. Цель, преследуемая законодателем, проста – сократить задолженность неплатильщиков перед бытовыми компаниями. О том, какой путь коммунальные ресурсы проходят от производителя до потребителя, нашей съемочной группе рассказали в госжилы инспекции. Сегодня ресурсник, например, производящий или поставляющий с оптового рынка, например, электрическую энергию, например, СК «Гара», не купили на общероссийском рынке эту электрическую энергию и продают ее. Они могут продавать еще раз конечному потребителю физическому лицу, могут продавать управляющей компанией, ну или юрлицу, это тоже конечный потребитель может быть. На сегодняшний день потребитель получает, как правило, несколько квитанций по оплате услуг ЖКХ за свет, тепло, воду или газ. Это означает, что у него заключен прямой контракт с бытовой компанией. Есть и те, у кого квитанция всего одна. Из этого следует, что все платежи проходят через управляющую компанию. В этом случае вся ответственность лежит на ней, и она несет обязательства с одной стороны перед собственниками, с другой перед ресурсниками. Последние стремятся работать с абонентами напрямую, без лишних посредников. Водоканал выделяется из многих ивановских ресурсных компаний тем, что весь технологический процесс от забора и очистки воды до ее распределения и сбора средств выполняет сама. Мы на протяжении долгого периода выступаем за сохранение прямых расчетов. К сожалению, у нас есть негативная практика, когда управляющие компании, недобросовестные управляющие компании не в полном объеме перечисляют денежные средства, собранные от жителей. Соответственно, растет дебиторская задолженность, которая в свою очередь негативно сказывается, в том числе и на выполнении ремонтных работ предприятиям, когда испытывают предприятие недостаток денежных средств. Несмотря на то, что количество управляющих компаний, с которыми у ВДКанала заключен договор невелико, должников все равно хватает. Со злостными неплательщиками сложнее. Законодательство запрещает отключать воду, поэтому санкции применяются весьма изощренные. Через канализационный стояк, опускается с помощью специального оборудования, находит именно выпуск из данной квартиры, там с помощью видеокамеры, она прикреплена к определенному тросику такому, они находят выход канализационный, вот он панирует. То есть устанавливается заглушечка, перекрывается выход канализации из квартиры. Абонент не может пользоваться канализацией. Недобросовестно к оплате коммунальных услуг подходит не только физические лица, но и управляющие компании. В стремлении воспользоваться бесплатным кредитом в виде денег, собранных с жильцов за коммуналку, управляшки не спешат перечислять средства на счета с бытовых компаний. Есть, конечно, и добросовестные управленцы, которые платят в срок. Такие обычно не стремятся заключить контракты с поставщиками ресурсов, напротив, предлагают собственникам жилья самостоятельно платить за газ, воду и свет. Николай, как директор управляющей организации, уверен, что функции его ведомства должны ограничиваться уборкой придомовой территории, лестничных клеток, поддержанием в надлежащем состоянии домовых коммуникаций и прочих, не связанных с энергетикой сфер. Если мы рассматриваем сейчас инициативу о том, что ресурс, снабжающие организации, будут сами собирать деньги за ресурсы, они будут являться сами исполнителями коммунальных услуг, они будут сами отличать за поставленный ресурс. Для моей организации это будет только хорошо. Услуги по обслуживанию многоквартирных домов могут выполнять не только управляющие компании, но и товарищества собственников жилья. В последнее время эта форма управления многоквартирными домами становится все популярнее. Сергей председательствует в ТСЖ чуть менее двух лет. Всех своих клиентов, а по совместительству соседей, он перевел на прямые взаиморасчеты с ресурсниками. Так, уверяют, удобнее и проще. За этот период работы сделано немало. Старые тепловые коммуникации заменили, а внутри подъезда и снаружи установили диодные лампы и датчики движения. В следующем году мы планируем менять трубы в квартиры, так называемые стояки. То есть мы хозяева дома, и накопив денежки, мы ни рубля за вот эти годы и восемь месяцев жители не собирали. Накопив деньги, мы правление строит планы по просьбам жителей, какие первоочередные проблемы нужно решить. Сделать правильный выбор и отказаться от ненужных посредников стоит взвесив плюсы и минусы различных форм ведения хозяйства. На сегодняшний день идею законопроекта, по крайней мере в Ивановской области, оценивают положительно. Большинство с бытовых компаний и абонентов стремятся к прямым платежам, а управляющие компании, в свою очередь, не претендуют на роль посредника. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.